Османская империя – одно из ведущих государств 15-17 веков, чья военная сила долгое время наводила ужас на всю Европу. Однако, открытие нового света начало новую эру развития европейских государств. Англия, Франция, Низоземска, Испания, Португалия и Россия основали свои колонии в открытых землях, расширяя территории империй и получая огромную прибыль. В дележке американского пирога участвовали даже такие небольшие страны, как Шотландия, Дания, Швеция, Курляндия и даже, мать ее, Мальта. Про всех них ролики выходили. И ведь Османская империя могла похвастаться прекрасными мореходами и военной мощью своего флота. Но неосвоенный континент решила почему-то не трогать. Вопрос – а почему? Экспедиция Христофора Доминика Чиколумба в 1492 году, может, кто не знает, намеревалась вовсе не открыть новые земли. Она искала короткий путь в Индию, чтобы быстро и беспрепятственно и дешевле возить Европу дорогие восточные пряности и прочие радости. А теперь внимательно смотрим на карту. Османовое государство расположено где? Правильно, на стыке Азии, Европы и Африки. И оно, естественно, контролировало пути с Востока на Запад и снимало пошлину, да немалую, за перемещение товаров по их землям, на чем и богатело безо всяких сложностей. Вам шелк нужен? Нужен. Плати и езжай. Во многом именно из-за захвата турками всего Ближнего Востока европейцы начали шуршать по всему океану и искать новые пути торговли с Азией. Ибо если подорожала стоимость провоза товара, то и дорожает сам товар. А уменьшать свои выгоды поиском западного маршрута к специям Османской империи было вот вообще не нужно. Также рассуждали правители важнейших городов итальянского Средиземноморья – Флоренции, Венеции и Генуи. Они предпочитали платить пошлину османам, чтобы иметь доступ к вортам империи, но по итогу они проиграли западноевропейским державам, стремительно разбогатевшим после открытия нового света. К концу 16 века население страны достигло 30 миллионов человек и стало тесновато там, как можно догадаться. Империя нуждалась в новых землях для расселения. Однако опять же, плыть в далекие земли и пытаться их освоить казалось глупым. Вместо этого османы занимались войнами с соседними державами, пытаясь расширить свои территории в Европе и Африке. И возникает вопрос, а была ли у турков вообще возможность плавать в Америку? Османская империя в течение нескольких веков была одной из сильнейших держав Старого Света и держала всю Европу в страхе. Однако, даже на пике своего могущества турки контролировали только часть Средиземного моря. И его западная часть, там где находится вот это вот, это называется Гибралтар, была под властью флота Испании. И одолеть такого противника у османов не хватало ресурсов. Они, если что, даже с Марокко поначалу не справятся. Оплатить деньги за проход судов, что плыть в ненужную, как тогда казалось, Америку, считалось глупым, опять же. Да даже если заплатили бы, поплыли бы, да, именно поплыли они пошли и основали какую-нибудь колонию, как только это бы поняли страны, что контролирует Гибралтар, испанцы, а позже и британцы, они бы так взвинтили цену за проход судов, что содержание колонии стало бы абсолютно убыточным предприятием. В конце 16 века турки наконец смогли распространить свое влияние на Марокко, вот эту вот страну в Северной Африке с выходом к Атлантическому океану. Однако они добились лишь смены местного правителя на более лояльного. И усё. Включить эти земли в состав империи, создать флот и выйти в Атлантику? Ага, сейчас, не получится. Была также возможность попасть в Индийский океан через восточные порты, обогнуть Африку или Азию и доплыть до Америки. Османы действительно доплывали до Юго-Восточной Азии, установив там крепкие отношения с местными султанатами. Вспомните воинственный Ачех. Но плыть до Нового Света казалось просто, опять же, глупым и ненужным занятием. Вопрос. А имелись ли воинские ресурсы для колонизации Америки? В Османской империи жило несколько десятков миллионов человек, и она была лидером в военном деле. И именно турки познакомили Европу с артиллерией и пушками. До конца шестнадцатого века их армия не знала поражений. Да, только от Марокко, сербов, черногорцев и еще кучи стран. Но тогда не знала. И всего за две сотни лет османы расширились до империи размером более пяти миллионов километров квадратных. Однако им приходилось постоянно с кем-то воевать. Это, если что, единственная возможность существования империи. Война. Без войны империя распадается. Вспомните Римскую империю, как пример Соединительные Штаты, Британию, там Францию, Испанскую империю и прочих. Менялись лишь противники и масштабы сражений. Сначала такие Византии и Венеция, затем Сербия, Венгрия, Польша, на пике расширения Австрия, Испания, Португалия, Россия. Вот эти все ребята. Военные ресурсы были постоянно задействованы в Европе, особенно против империи Габзургов. И в Африке столкновения с Португалией никто не отменял. И даже в Азии. Не, то чё они. Вдобавок приходилось постоянно подавлять различные восстания в различных частях империи. Потому вместо расширения в Америку приходилось воевать в Старом Свете. Иначе империя распалась бы гораздо быстрее. Ну, короче, Османовое государство не пыталось склонизировать Америку просто потому, что у неё для этого не было ни ресурсов, ни коммерческой выгоды. Султанов и их визирий вполне устраивала экспансия и выгоды в Старом Свете. И никакой надобности в далёких заокеанских землях не было. Хотя на такую вот карту интересно было бы поглядеть. Ну, да ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok